Вот сегодня в городе Ростов-на-Дону прошло судебное заседание и судили наших ребят крымских, ребят, братишка один наш, и Агамас Зекиряга, и Виктимиров Вадим. Вот им присудили по 11 с лишним лет, по 11 лет, так сказать. Но первое, что хочу сказать, то, что вот этот постановочный суд опять-таки показал свое лицо, опять убедились в очередной раз, что никакой жалостью, никаким законом они не руководствуются. Есть, видимо, какие-то приказы вышестоящих инстанций, и они опять-таки шлепают это все под определенный шаблон. И хотят навешать на наш народ опять этот ярлык, который многие годы пытались навешать, экстремисты, террористы. Но мы видим, что в связи с вот этими событиями со всеми крымскими собирается очень много людей, и народ в это не верит. Это обман. Они хотят обмануть наш народ. Что в Крыму какие-то террористы есть. Вот в связи с этим мы вот после Джумана Маза собрались, сделали два Всевышнему, чтобы он оказал помощь им. Вот посмотрите, Зекириара. Человек, который уже в возрасте, скажем так, ему 60 с лишним лет, 64, если я не ошибаюсь. И вот тот срок, который ему назначили, это более 11 лет. Но может оказаться смертельным для него. Досидит он или не досидит, ну Аллах Всевышний знает. Конечно, мы хотим, чтобы все это побыстрее закончилось. Но как бы то ни было, не щадят никого, ни стар, ни млад. И как вот с какой совестью эти судьи судят этих людей, не имея никаких доказательств, не прислушиваясь к доказательствам стороны защиты, опять-таки делают свое черное дело. Поэтому мы выражаем такой протест. А также Бегтимеров Вадим, все мы его хорошо знаем, это очень образованный человек, магистр шариатских наук. Он почти полжизни провел в учебе и учился всему этому для того, чтобы своему народу приносить пользу, своей религии приносить пользу. Опять-таки, голые обвинения, ничем не доказанные, ничем не подкрепленные, и хотят из него сделать террориста. Из человека, который посвятил свою жизнь знаниям, так скажем, сделать из него террориста. Опять-таки, очередной обман. Поэтому мы с этим категорически не согласны, и народ с этим не согласен, и им нас не обмануть, и никого не обмануть. Все, естественно, когда-то вылезет наружу, и каждый понесет за это свою ответственность. Аллах разовался.